Зима началась в Якутии. В столице республики в минувшую пятницу стартовал шестой по счету ежегодный фестиваль. Это один из крупнейших туристических проектов региона, который призван не только представить особенности региона, но и привлечь туристов. И с этой задачей фестиваль справляется. А церемония передачи символа холода Деду Морозу является одним из главных событий фестиваля. На ней же зажигают самую первую новогоднюю елку в стране. О том, как прошла церемония в этом году и чем фестиваль радует своих гостей, расскажет Сергалана Федорова. В первый день декабря старт всероссийскому фестивалю «Зима начинается с Якутии» дали сказочные герои и любимцы всех детей. Якутский Чесхан, татарский Кышбабай и Дед Мороз из Великого Устюга. Первой в стране разноцветными огнями залилась 10-метровая красавица на площади Ленина в Якутске. Властелин якутской зимы Чесхан передал Деду Морозу символ холода – кристалл из Аймаконья. В рамках фестиваля в столице республики в четвертый раз состоялся ежегодный турнир по фигурному катанию. Первенство объединило юных фигуристов из Мирного, Удачного и Якутска. За красотой и легкостью лежат многолетние тренировки и, разумеется, безграничные желания победы. Мальчиков в этом виде спорта немного, но они завораживают зрителей не меньше девочек своей безупречной пластика и отточенностью движений. Кирилл Бердеев занимается фигурным катанием третий год. В его копилке уже несколько турниров. Я исполнил танец и боя. Он очень любит заниматься своим видом спорта. Он просто фанатеет. Мы, наконец-то, стали занимать призовые места. В нашем спорте очень мало мальчиков, поэтому хотелось бы, чтобы в этом спорте было больше мальчиков, Кириллу было больше с кем конкурировать. За два дня соревнований на льду показали свое мастерство 52 спортсмена. Фигуристы соревновались в одиночном катании с разряда «Юный фигурист» по первый спортивный разряд. Тем временем на площади Арджаникидзе проходят народные гуляния. Выставка-ярмарка сельхозпродуктов «Живое серебро». Перед Саха-театром развернулась подвижная народная игра «Мунха». Мужчины проверили свою богатырскую силу, таща нарту с 10 мешками рыбы весом 400 килограмм. Праздник стал одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России. И с каждым годом собирают все больше гостей. Здорово, холодно, но ядрено, ядрено. Праздник замечательный, вот совершенно тут видим, продается караси, рыба, все великолепно. В центре национальных видов спорта «Мадун» проходят соревнования по северному многоборью Игры народов Севера. 16 сильнейших многоборцев из 8 районов республики соревнуются в ловкости, скорости мышления и действий. Среди участников есть мастера спорта, чемпионы республики. Молодые люди показали свои возможности в метании арканов, в переносе строганины, в северном тройном прыжке, по стрельбе из лазерной винтовки. На показательных выступлениях по переносе строганины первое место занял Петр Прудецкий. Накал борьбы в многоборье достигнет апогея завтра, перед финальными состязаниями и заключительным видом строганием рыбы. Саргалана Федорова, Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Андрей Рукавишников, Андрей Секритов, Якутия. День за днем.